Здравствуйте, уважаемые коллеги. Сейчас вначале проверим звук. И сейчас Майя тоже присоединится. Вы можете... Если... Давайте так. Если слышно, то вы можете поднять руку или написать в чат. Если у кого-то фонит, я думаю, что, может быть, попробуйте или на наушники взять, наверное. И посмотрите, может, у вас что-то еще рядом там. Телефон или что-то еще другое. Те, кто не слышит, я там в самом начале писал, что, во-первых, можно попробовать выйти из вебинара и заново зайти. Или, может быть, поменять браузер. Сейчас должно... Пишут, что видео нет. Сейчас должно показывать вам только презентацию пока. Презентацию видно? Начальный слайд. Ну, еще раз хочу сказать, что если вдруг сейчас будут какие-то помехи, да, то вебинар записывается и потом он будет вам доступен в нашем курсе и на сайте ХИЦа, где все вебинары, там тоже он будет доступен. Да, презентацию пока называем вот то, что написано название. Руки с клавиатурой и название нашего курса. По поводу кодов тоже мы чуть позже все объясним вам. Те, кто, у кого звук плохой или не слышат, тогда я еще раз говорю, что вам надо попробовать выйти и зайти. То есть выйти из вебинара и попробовать заново зайти. Майя, ты меня слышишь, да? Да, Дим, я тебя слышу. Да. У меня чистый звук, все хорошо. Ну и звука нет. Еще, конечно, можно проверить колонки, может быть, выключены. У меня вчера так было. Не обратил внимания, а у меня были выключены колонки. Если вы хотите перезайти, просто закройте вкладку и зайдите заново. Вы при желании, если у вас окошко чата маленькое, вы можете на название чата, там где написано, протянуть его вверх, то есть перекрыть участников, и тогда у вас будет окошко чата больше, тогда будет, наверное, удобнее вам видеть. Лучше видно будет чат. Это вы сами можете его размер отрегулировать. Так, ну, я думаю, давайте начинать. То есть еще раз хочу успокоить тех, у кого там какие-то проблемы. То есть вебинар будет записываться. И вы спокойно сможете его посмотреть в записи. Значит, добро пожаловать на курс. Осваиваем Google Classroom за неделю. Ну, вначале давайте познакомимся. Меня зовут Дмитрий. Я работаю в Эфтиско-гуманитарной гимназии в Таллине. И вместе со мной коллега Майя, тебе слово. Меня зовут Майя. Я работаю образовательным технологом в Таллинской паре гимназии. И с Димой мы сотрудничаем уже, Дим, сколько? Три-четыре года. Ну, мне кажется, больше. Активно три-четыре. Не активно, уже больше. И сегодня мы тогда поговорим... То есть сегодня у нас будет такой вводный вебинар, где мы расскажем о возможностях Google Classroom. И тогда у вас будет дальше возможность его использовать, протестирует в течение следующей недели. То есть у нас будет в рамках курса будет три встречи. То есть сегодня у нас вводная часть, где мы покажем возможности вебинара. И в конце дадим вам время, чтобы вы успели войти в курс. По поводу входа в курс, я сегодня, когда высылал напоминание, я там указал, что туда вы должны входить обязательно с личным ГМАЛом. Не с корпоративным, не с рабочей почтой. А именно личный, который заканчивается gmail.com. Потому что у нас курс сделан как бы такой открытый, поэтому надо с личным ГМАЛом. Когда вы будете делать курсы свои, то вы можете спокойно делать в корпоративном. То есть если у вас в школе есть ГМАЛ-почта своя, то делайте там, тогда это будет у вас закрытый. То есть тогда у вас будут пользователи только внутришкольные. В этом разница. Ну вот. Здесь вы сейчас на слайде видите расписание, когда мы будем с вами еще встречаться. То есть в следующий раз мы встречаемся на следующей неделе, 25-го, в это же время. То есть для обсуждения, как у вас получилось, вопросы, ответы, дадим советы какие-то. Может кто-то поделится своими идеями. Ну и последняя встреча будет в пятницу. Подведение итогов и так далее. По поводу курса мы в конце еще к нему вернемся. Майя, может еще что-то добавить надо? Нет, просто хотелось бы добавить, что мы тут брались экспресс-методом очень быстро для того, чтобы помочь вам показать, рассказать, поделиться опытом. Поэтому, если у вас будут какие-то вопросы, мы будем стараться отвечать. Возможно, не сразу все вопросы, которые вы пишете сейчас в чате, но постараемся адресно все-таки по ним проходить. Если вдруг увидите, что мы не ответили на ваш вопрос сегодня, то можете в конце еще раз задать. Потому что тут сейчас очень быстро все пробегает, можем и пропустить. И все материалы, и эта презентация, они все будут выложены в Google Classroom, в наш курс. Потом это все будет доступно. И включая запись самого вебинара. Так, ну я думаю, давайте пойдем дальше. Изначально мы хотим вам рассказать такую общую, как бы вводную часть, и потом уже перейдем в Google Classroom. Майя, слово. Спасибо, Дима. Итак, я коротенько хотела просто рассказать о том, что в дистанционном образовании и обучении или в удаленном обучении мы сталкиваемся с тем, что роль ученика меняется от той роли, к которой мы с вами привыкли, когда ребенок сидит за партой и четко выполняет распоряжение учителя. Когда у нас идет обычная наша учебная деятельность, то дирижируем оркестром чаще всего мы, ученики, учителя. При дистанционном обучении дирижерская палочка находится, безусловно, у нас, но организует свою учебу ученик сам при помощи своих родителей и при помощи каких-то советов учителей. Но основная ответственность за обучение лежит, несомненно, на ученике. В чем же заключается эта ответственность ученика? Безусловно, она заключается в первую очередь в том, что ученик при помощи своих родителей должен очень четко спланировать свой день. Когда и что он делает, когда он отдыхает, во время удаленного обучения может быть больше, чем в нашей повседневной рутинной работе в школе, у ученика развивается любопытство, навыки задавать вопросы и искать ответы на эти вопросы, а также возможность экспериментировать и учиться, справляться со своими ошибками и учиться не бояться этих ошибок. И приходит к ученику понимание того, что в этой области, в этой сфере он находится в каком-то смысле на равных с учителем, потому что как учитель зависит от техники передовой ученику, материал, так и ученик зависит от техники, получая этот материал и наставление от нас, педагогов. Это такие общие, всем известные факты, но просто хотелось их еще раз подчеркнуть в рамках нашего курса, чтобы мы понимали, что ни одна среда, какой бы замечательной она ни была, она не сможет выполнить вот эти вещи за ученика. она не сможет спланировать за ученика его время и, безусловно, она не сможет заставить ученика выполнять все в срок. И, возможно, от этого меняется и наша роль, как роль учителя перед классом, и об этом вам немножко побольше расскажет. Скажем, Дмитрий. Спасибо. Я еще хотел добавить по поводу ученика, что мы многие, да и по поводу учителя, что все мы говорили о дистанционном обучении, вот что то, что Майя сказал, что мы все это знаем. Многие школы, я знаю, пробовали до этого, но вот такой экстренной ситуации никогда не было, и сейчас как раз вот есть шанс проверить теорию на практике. Ну и, соответственно, роль учителя тоже меняется. И, ну, уже вот сейчас, уже смотря, как вот неделя прошла, да, то есть можно посмотреть уже и посмотреть, что было сделано правильно, что неправильно, да. Ну, такие общие, общие, как поменялась роль в общем, то есть он должен быть более гибким, да, то есть вовремя сориентироваться, то есть лояльным, и всегда должен быть какой-то план Б, хотя мне кажется, в наше время в этой ситуации уже должен был быть и план С, и Д, и так далее. То есть я думаю, что у многих учителей было так, что думали, что вот сейчас все пойдет по плану, но пришлось резко менять, потому что или слишком много заданий, или дети не понимали заданий, и так далее. Также надо выбрать канал общения с детьми, потому что так как сейчас у нас все удаленно, но дети хотят общаться вживую, и, например, позавчера я делал видеоконференцию с учителями, но у меня никогда столько людей на конференции от школы не было, ну и на видеоконференции, да, когда я там проводил вебинары в школе, то есть у меня в первом принимало 40 человек, во второй 30 человек, да, и все учителя были вообще рады увидеть вживую. Но по поводу каналов общения, единственное, что, ну это я так советую вам, что надо в школе договориться, чтобы был бы какой-то общий канал общения, так, чтобы не путать детей, родителей, учителей, выбрать, допустим, там, я не знаю, Skype или Google Meet или еще что-то, да, но так, чтобы постараться, что это было бы, ну, один-два канала, чтобы ученики знали, что они должны открыть, а не так, чтобы каждый учитель свое что-то выбирает. Ну, правила общения, да, тоже объяснить ученикам, то есть, ну, даже если видеоконференцию проводить с учениками, да, объяснить им, например, что надо микрофоны выключить, чтобы не было помех, начиная даже с этого. То есть, ну, продумать правила, приучить их детей к этому. Сообщения должны быть уже четкие, короткие, потому что, в принципе, теперь надо приучаться к тому, что многие будут огромное количество информации и такие длинные сообщения вполне возможно, что будут читаться по диагонали и, может быть, что-то и пропадет. Поэтому надо четко и конкретно писать. Ну, постоянно надо давать обратную связь, ну, то, что мы на уроках делаем, но теперь это еще более важно, то есть давать обратную связь и стараться встречаться с учениками, может быть, в Жигу или в форумах хотя бы пару раз в неделю, чтобы понять, как у них происходит. И просто отсылать задания и получать обратно, а все-таки общаться с ними. Ну, и, конечно, постоянно быть с ними на связи и помнить о том, что сейчас тяжело всем и родителям, и ученикам, и, ну, и нам, конечно же, не знаю, двойная нагрузка, тройная. Не знаю, как у вас, я сейчас работаю хоть и дома. Вначале думал, о, все, дома работаю. Ага, я сейчас работаю, наверное, по 10 часов. Уже тут дома спонтанный кабинет появился. Вот, то есть работы, на самом деле, пока больше стало, но потом вот сейчас уже, ну, я тоже в школе работаю образовательным технологом, то есть я могу сказать так, что первые три дня были сообщения только от учителей, ой, от родителей и детей по поводу, там, почты, иколи и так далее. Сейчас уже пошли сообщения от учителей, больше от учителей, как использовать такую-то среду, как сделать видео, там, конференцию. То есть я им показал, как делать, теперь они у меня... Вот стало больше вопросов именно уже по организации вот учебного процесса. Здесь немножко все-таки меняется. то есть как бы роль поменялись, но я думаю, что мы все справимся. Недаром Эстония впереди всех по дигитальным навыкам, так что надо доказать это. Ну, пойдемте дальше. Теперь следующий слайд. Если у Майи ничего нет, добавить, тогда она может рассказать. Теперь уже перейдем непосредственно к Google Classroom, уже к так и более практическим вопросам. Майя. Да, спасибо, Дима. Итак, сейчас мы коротенько с вами посмотрим, что же предлагает Google Classroom и что он из себя представляет как среда для удаленного дистантного обучения, которую можно использовать, безусловно, и в своем повседневном, скажем, в своей повседневной работе. Итак, Google Classroom, безусловно, удобен тем, что все материалы по вашему уроку, будь то какие-то материалы, какие-то рабочие листы, задания, презентации, ученики, все находятся в одном месте. Чем-то, безусловно, это напоминает Коль, но все вы прекрасно знаете, что в Коль есть определенное ограничение по количеству добавляемых материалов. В Google Classroom этого ограничения, во-первых, нет, а во-вторых, структурировать можно материалы, и об этом мы расскажем немножко дальше по ходу курса. Безусловно, удобно и то, что... Майя, извини, перебью. Тут некоторые пишут, что плохо слышно тебя, может, там чуть погромче говори. Ладно, спасибо. Постараюсь громче. Сейчас громко слышно, лучше стало? Мне-то хорошо. Просто кричать тоже не хочется. Ну вот, уже говорилось лучше, да. Хорошо, постараюсь. Итак, что, безусловно, удобно в случае с Google Classroom, это то, что детям не надо бегать по различным сайтам. На одном сайте смотреть один рабочий лист, презентацию смотреть в другом месте, задание выполнять в третьем. Очень многие платформы интерактивных заданий, на котором можно... Майя, ты пропадаешь. Я стараюсь говорить громко. Может, ты от микрофона... Нет, вроде, вроде тут рядышком. Помехи были, да. Например, рабочий лист на платформе AppVisor можно интегрировать в Google Classroom. Те же задания в Кахуте и в Квизисе их тоже можно при желании интегрировать в Google Classroom таким образом, чтобы детям не приходилось отдельно идти на те платформы и выполнять там вход через учетную запись. Удобно очень для учителя, потому что Google Classroom дает возможность оценить не только оценкой или процентуального ученика, но и тут же дать конкретную и детальную конструктивную обратную связь по выполненному заданию или пост данной работе. Еще помехи есть или уже пропали? Безусловно, удобно для учителя и то, что можно повторно использовать составленные задания и материалы. например, вы из года в год ведете один и тот же предмет в одной и той же параллели и выстраивая свой курс первоначально, вы соответственно думаете, что вот я думаю, что так было бы замечательно, но по ходу курса вы видите, что вот эти задания и материалы очень хорошо отработали и дети поняли и очень хорошо выполнили, а вот эти задания были сложными. И составляя такой же курс на следующий год, вы не должны уже заново вводить эти задания, достаточно просто нажать кнопку повторного использования и удачное задание, которое вы придумали и которое очень хорошо прошло, благодаря этой функции оно перекочует в ваш новый курс. И ничего не теряется и это очень удобно, когда ты четко знаешь, что ты будешь вести тот же самый предмет. Опять же, если говорить про удаленное обучение, то все мы понимаем, что мы не можем вести удаленное обучение, рассчитывая, так скажем, на середнячка, то есть мы должны достучаться до каждого ученика и все-таки проследить, чтобы каждый ученик, независимо от его академических данных, усвоил предлагаемый нами материал. Google Classroom дает эту возможность, которая, может быть, подчеркивается тем, что вы напрямую говорите ребенку, что вот тут у тебя получилось хорошо, тут у тебя получилось не очень. И поскольку это оценивание, которое идет в Google Classroom, вы его видите, то есть у вас создается своего рода журнал, о котором мы дальше расскажем и, безусловно, покажем, то, опять же, отследить детей там очень легко. Ну и потом при возможности импортировать эти оценки в ЭКОЛЬ по договоренности. Мы все знаем, что Министерство образования дало нам сейчас направление не оценивать первые эти две недели. Каждая школа решает это по-разному. Конкретно у нас в школе было сразу сказано, что мы детей не оцениваем. Дети копят работы, и когда они выходят, то эти работы сдаются, и тогда учителя их проверяют. Но вопрос в том, что можно же и сделать, и организовать таким образом, чтобы самим не утонуть потом в этих работах, чтобы дети присылали работы и в процессе, и потихонечку их проверять по мере возникновения свободного времени. И чтобы не потерять этого ребенка и эту работу, есть возможность оценивать эти работы сейчас в Google Classroom и потом по договоренности с администрацией, с учениками, сделать или сводную какую-то оценку, или выставить тогда эти оценки, если там они, например, положительные. Дим, есть ли у тебя что-то дополнить к этому слайду? Да нет, ты так подробно рассказала, что я думаю, мы можем дальше идти. Идем дальше тогда. Здесь вы просто видите, как будет выглядеть, когда вы добавите курсы, то есть как полка курсов, то есть когда вы будете добавлять в Google Class курсы, то будет видно сразу курс, и здесь очень хорошо, если приглядеться, можно увидеть, что вы как учитель в Google Class так же, как и в Google Class будет две роли учитель-ученик. Вы, когда будете заходить, или кто уже зашел как учитель, вы можете присоединяться к другим курсам тоже. Ученик уже не может проводить курсы. И здесь как раз хорошо видно, что здесь есть три курса, где как учитель, то есть он организовал эти курсы, и один курс он присоединился как ученик. То есть Iologu Kaxons Class внизу, да, это вот он как ученик присоединен, а остальные три курса как учитель. То есть сразу видно, когда вы откроете у себя, когда у вас будут добавлены, вы сразу будете видеть, какие у вас курсы, сразу есть напоминание, какие задания еще не сданы, как сроки сдачи заданий, сколько количество учащихся. Также под каждым курсом есть папка, об этом мы тоже потом скажем, что у каждого курса автоматически на Google диске создается папка Classroom, внутри которой для каждого курса будет отдельная папка, то есть все материалы, которые вы туда выкладываете, они будут там храниться. Очень удобно. Это стрелка в виде, я не знаю, молнии, там вы можете, можно будет потом смотреть успеваемость курса, то есть если вы будете оценивать учеников. то есть в принципе это такое как предосмотр. Майя, ты что-то хочешь по этому поводу добавить? Я единственное, что хочу добавить, что помимо того, что вы будете видеть свои курсы, которые вы ведете и к которым вы присоединились как ученики, вы будете еще и видеть те курсы, к которым вас подсоединят коллеги, если в этом будет необходимость. А так в принципе я думаю, что мы можем двигаться дальше. На данном слайде, коллеги, вы видите возможности структурировать или организовать свой учебный материал. На этих слайдах это вырезки наших коллег, которые вели точно такой же курс по Google Classroom, но в эстонской версии. Вы видите, что голубенькая структура структурирована четко по периодам обучения, в данном случае по триместрам, где на каждый триместр проходится какая-то определенная тема и выложены соответственно материалы по теме. У меня все нормально по звукам. Еще раз тест звука. Хорошо. В случае с зеленым скриншотом вы видите, что материал курса организован не по темам и не по учебным периодам, а по виду задания. То есть, например, задание с установленным сроком выполнения, письменные работы, какое-то информационное письмо, видимо от учителя и финальная защита. На следующем слайде вы увидите уже вырезки из наших с Димой курсов и голубой курс. вы видите, что точно так же сформирована структура, исходя из вида заданий или материалов, которые для детей составлены, и у Димы точно так же материалы, задания, викторины или прочие опросы. Нина, возможно, у вас где-то отключен звук или сделайте погромче, потому что тут получается, что часть слышит, часть не слышит. Дим, у тебя дополнение есть по поводу структуры выстраивания? Я только добавить хотел, что я предпочитал все-таки разделять на типы заданий, не типы заданий, а типы материалов. у меня были отдельно материалы, отдельно задания, и там я уже думал, можно еще викторины и так далее. Мне так было проще. На самом деле здесь мы просто вам показали примеры, варианты разные. Мы покажем, как добавляются вот эти разделы, ну а дальше вы будете сами решать. Но я думаю, можем дальше идти. Один из последних таких общих слайдов. то есть как я уже вам некоторым писал и говорил, что к нашему курсу вы должны будете присоединиться с личной почтой. То есть Google предлагает два варианта, да, то есть некоторые школы используют G Suite или который раньше назывался Google Apps for Education, то есть тогда это у вас как корпоративная версия Google и вы пользуетесь как бы расширенной версией. И там первый столбик как раз показывает возможности Google класса для G Suite и правый столбик показывает для персонального. Ну то есть тут можно увидеть, что разница есть, хотя на самом деле не такая страшная. То есть если, например, у вас персональная Gmail, тогда если посмотреть, например, количество учеников в классе, то, ну, 250, я думаю, нам больше и не надо. Сколько классов вы можете присоединяться, тоже, мне кажется. То есть в принципе цифры все для личной почты нормальные, то есть ничего страшного в этом нет. Только в конце последнее, что есть возможность в корпоративной версии добавлять родителей для каждому ребенку добавить родителя. Но я честно скажу, этой функцией не пользовался и, ну, как бы не сильно страдал. В чем еще отличие в том, что если вы будете делать курс на своей рабочей почте, если у ваших учеников тоже есть школьная почта, корпоративная гугловская, тогда это будет более закрытой, то есть тогда как бы чужие, ну, вот как была проблема у некоторых, когда вначале они не смогли зайти на наш курс, потому что пытались зарегистрироваться с рабочей почтой. То есть в этом плюс то, что это будет закрытое, да, что никто не сможет чужой зайти, и как бы закрытая такая среда, ну, похожая чем-то на Moodle, например, да, Moodle тоже очень закрытый. Если вы будете делать в персональном, как у нас сделан курс, тогда туда вы можете приглашать всех пользователей Gmail, то есть независимо это от, ну, кроме корпоративных, я имею в виду, да, то есть в этом как бы будет, не знаю, плюс или минус, ну, такие возможности. То есть на самом деле разница небольшая. Майя хочет что-то добавить? Вадим, я дополнила бы следующее. Когда вы используете корпоративную почту для создания классов или курсов в Google Classroom, то у вас никаких лимитов и ограничений на количество создаваемых курсов нет. В случае, если вы используете личный аккаунт, то у вас ограничены курсы 30-ю в день. и Татьяна тут задала вопрос, что должна ли быть почта обязательно в Gmail или подойдет Hotmail. Тебя вообще не слышно. Но я пока отвечу, что почта все-таки должна быть Google-овская в Gmail. Меня слышно? Так, ну отлично, пока я могу говорить. То есть, почта должна быть Gmail, но так как я знаю, кто это задает вопрос, то у нас в школе корпоративная Gmail, то есть у нас уже почта есть, нам не надо отдельно говорить. А тем, у кого в школе или там в учебном заведении не Gmail почта, тогда у вас должна быть личная Gmail почта. Так, ну давайте пока мы пойдем дальше. Майя, ты там звук тестируешь? У меня пропала просто связь, поэтому я звук не тестирую, я перезаходила. Ну все, вернулась. Ну сейчас давайте мы тогда перейдем уже непосредственно к Google класс. Да, у учеников тоже, да, должен быть Gmail аккаунт обязательно. Без этого они не смогут зайти. То есть это обязательное условие. И опять же зависит опять такое же разделение. Если вы делаете на личную почту, тогда значит у учеников должен быть личный Gmail. Если делаете на корпоративную, на школьный адрес, тогда у учеников должны быть тоже школьные адреса. Например, например, у нашей школе в обязательном порядке у всех детей с 4 класса есть Gmail. Gmail, то есть мы обговариваем с родителями, что это в учебных целях, то есть не для личных сразу, чтобы они умели разделять личные данные от школьных. А более младшие дети там уже по необходимости с 1 по 3, это у меня если учителя требуют, мы тоже делаем. Вот. Ну, а сейчас давайте мы перейдем уже непосредственно в Google Classroom. то есть сейчас я ну и с Майей постараемся вам показать вот как бы пошагово с самого начала как создается курс. Также параллельно покажем как выглядят некоторые вещи со стороны ученика. Но вам остается только смотреть и наслаждаться. Кто будет успевать можете пробовать параллельно с нами. Но еще раз говорю, да, сегодня у нас ознакомительное то есть время на то, чтобы попробовать у вас будет в течение следующей недели. Сейчас я сделаю доступ к твоему экрану. Так, ну, во-первых, во-первых, где находится Google Classroom, если вы находитесь в своей почте, то как и все ресурсы Google в правом верхнем углу, где все услуги Google там ищете, Google Class. Те, кто заходит в первый раз, у вас появится такое окошко. Специально оставил такой email, где еще ни разу не заходил в Google Classroom. То есть это касается и детей тоже. Здесь вы проверяете какой email, тот ли это email или нет. Здесь у меня личный email и нажимаем продолжить. можно поменять email тоже, как обычно в Google. Выбрать другой email. Нажимаем продолжить. И следующий шаг это надо будет странно. Обычно он еще спрашивает в роли, какой роли вы будете, ученика или учителя. там тогда вы выбираете что учитель а ученики выбирают что в роли ученика. Ну и следующий шаг это в правом верхнем углу через плюсик. У вас есть, так как вы сейчас в роли учителя, то у вас два варианта есть. Вы можете присоединиться к курсу, это то, что надо будет сделать тем, кто еще не сделал присоединиться к нашему курсу, то есть нажмете присоединиться и сюда введете код курса. Ну а для того, чтобы создать курс, нажимаете создать курс. Ну принимаем соглашение, нажимаем продолжить и здесь ну обязательное поле это название курса. и остальные они дополнительные поля, которые не обязательны. То есть это в принципе по вашему желанию, то есть можно указать какой предмет, для какой аудитории и так далее. Это уже вы как сами решите или может быть в школе обговорите надо ли это заполнять или нет. Ну и нажимаете создать. проходит некоторое время и появляется курс. Здесь у меня другой аккаунт уже здесь у меня уже есть два курса вот примерно таким образом будет выглядеть. Если вам показать вот мой школьный аккаунт это вот те курсы которые я преподаю официально ну кроме вот этих первых двух это я тоже для учителей показывал то есть это те курсы как выглядят у меня сейчас на данный момент в школе так ну вот он появился когда вы создали курс то есть теперь он состоит сверху из четырех разделов каждый мы по отдельности покажем но первое что я обычно делаю ну вначале мы заполняем курс конечно же сейчас мы это покажем как сделать но я вам покажу как пригласить курсу и потом уже мая расскажет вам как добавляется как как пользоваться лента и потом мы посмотрим как делается задание то есть курс вы можете приглашать двумя способами один способ если бы вы были в школе такой вариант я тоже покажу на будущее я делал так у себя урок начинался курс у меня был готов урок начинается я открываю курс чтобы он проецировался на стену там или куда и здесь когда на стартовой странице здесь название курса и код курса и можно нажать чтобы его проецировать тогда дети заходили в google classroom в принципе как вы и делали указывали этот код курса другой вариант это открыть пользователя и здесь вы можете добавлять как учителей так и учащихся то есть google classroom позволяет отличную возможность создать совместные курсы то есть сейчас об этом во-первых говорили очень много на связи с дистанционным обучением говорят еще больше чтобы предметы объединялись и здесь как раз google classroom предлагает такую возможность вы можете как добавлять преподавателей по имейлам так и добавлять учеников по имейлам причем если у вас сделаны группы учеников то вы можете добавлять по группе тоже то есть указать здесь просто группу учеников и все то есть там например там я не знаю восьмой а-класс если у вас такая группа сделана например да восьмой а-класс и тогда все ученики восьмого а-класса получают то есть не надо поименно каждому добавлять ну и нажимаете пригласить сейчас я открою ладно здесь сделаю приглашу себя увидели как это выглядит ну вот когда отправил приглашение пока оно пока человек не принял приглашение оно не активное как только человек принимает вот у меня оно попадает иногда в оповещение иногда в общий чат но это опять же как разделено то есть вот пожалуйста приглашение на пробный курс нажимаем присоединяемся ну вот то есть я присоединился как ученик то есть оценок у меня здесь нету у учителя сразу стало активным поле с участником тогда я могу ему сообщение отправить или выделить и здесь я могу удалить его например если уже ну не знаю ушел из школы ученик то есть это то что касается добавления участников Майя у тебя есть что-то добавить? по поводу я бы добавила по поводу вопроса который Рита задала что не нарушает ли использование Google Classroom лицензионных соглашений или там каких-то законотворческих норм поскольку Google Classroom является частью образовательного пакета Google то никаких нарушений там нет вопрос только в том что министерство образования просило чтобы все школы в своих внутришкольных распорядках или в тех порядках которые затрагивают обработку личных данных прописали те среды те инструменты и платформы которые школа использует в своей поседневной учебной работе если вы собираетесь использовать Google Classroom и это решение у вас скажем коллегиальное в вашей школе то имеет смысл попросить дополнить тот порядок который отвечает за обработку личных данных слышно так нет не знаю куда еще сделать прекрасно что мне дополнять в этом случае больше нечего мы можем двигаться дальше так и тут бы я сейчас моя очередь да Дим если я правильно понимаю я бы обратила ваше внимание на то как построены ленты как вы видите на главной странице справа от названия курса вы видите 4 слова 4 закладочки лента задания пользователей и оценки пользователей Дима вам показывал об оценках чуть позже сейчас поговорим для чего у нас лента итак на ленте вы можете во-первых создавать объявления задавать график публикации каких-то объявлений как вы видите если дети задают какой-то вопрос прямо в ленте вы можете прямо тут же в ленте им отвечать на эти вопросы если вы создаете запись в ленте то мой опыт подсказывает что самым верхним всегда или самой верхней должна быть запись в которой вы обращаетесь к ученикам лично и говорите о том что уважаемые ребята этот курс создан в рамках такого-то предмета для того чтобы и пишите свое послание в ленте публикуются все ваши записи то есть если вы создаете задание в ленте появляется надпись что пользователь такой-то добавил задание если вы добавляете какой-то материал рабочий лист ссылку на видео в youtube все что угодно все это публикуется параллельным курсом в ленте и публикуется в задании то есть у ребенка есть потом две возможности для того чтобы получить то что вы ему посылаете либо через ленту нажав на конкретную вещь либо через вкладку заданий нажав на конкретное задание что касается ленты лента в google классруме вот вы видите Дима вам транслирует экраны вы видите что когда я задаю задание то вы видите а вот как раз сообщение приветственное которое написано как пример и вы можете его переместить наверх Дима давай мы его тоже переместим наверх чтобы оно было верхним и вот эти три точечки справа в верхнем углу они дают вам возможность либо изменить вашу запись либо скопировать ссылку например если вы хотите в другой курс то же самое закинуть либо переместить вашу почту наверх дело в том что лента классрум построена таким образом что самое последнее ваше действие всегда будет наверху если вы хотите структурировать в ленте материал каким-то определенным образом тогда имеет смысл передвигать наверх наиболее важные для вас и для детей сообщения и объявления Дим есть что-то дополнить здесь добавил что что ленту можно использовать как форум тоже например здесь вы можете дать объявление какое-то и тогда ученики могут комментировать какой-то вопрос лента это как стартовая страница стартовая страница вашего курса то есть можно использовать как форум например ну в принципе с лентой наверное а еще здесь есть кнопка повторного использования она и в заданиях будет у вас появляться там рядом с новой записью справа то есть если у вас будет несколько курсов я надеюсь что их будет у вас много тогда вы не должны каждый раз писать заново одни и те же сообщения вы можете эти сообщения дублировать нажимаете повторно выбираете откуда вы хотите взять эту информацию с какого курса ну например здесь но здесь у меня ничего нет ну вот например выбираю какую информацию и использую повторно то есть тогда я могу вот в этот курс который мне сейчас открыть взять информацию из другого курса то есть таким образом вы если у вас один курс какая-то стандартная фраза везде вы можете постоянно ее использовать а в принципе больше наверное ничего а ну и слева здесь видно что предстоящие события это то что когда сроки сдачи задания были можем дальше идти Майя думаю да мы можем идти дальше вопросы похожи так тут один вопрос был я просто его быстро отметил Татьяна спрашивала что она не видит у себя ученика но пригласила по идее должно быть как я показывал то есть когда вы приглашаете ученика он должен быть вначале серый такой неактивный как только он принял ваше приглашение тогда он становится активным если его нету в списках я думаю что может быть вы имейл неправильно указали такой вариант тоже может быть то есть если вы указали правильно имейл то должен быть пока не пригласили он должен быть в сером так ну мы идем дальше рассматриваем вариант задания то есть в заданиях мы добавляем разного рода задания так задания то есть вам Google Classroom предлагает целый ряд заданий когда вы нажимаете создать очень все похоже как Google документы одна кнопка выполняет кучу функций прежде чем я расскажу про задания то как разделить на темы то что мы показывали вам на слайдах что можно курс разделить по триместрам или по темам отдельно допустим материалы задания тесты и так далее это и есть темы то есть нажимаете тема даете ей название и добавляете появилась еще одна тема ну пусть будет задание появилось так же как и в ленте вы можете задание перемещать через эти три кнопочки плюсом здесь можно перемещать вверх и вниз в ленте только вверх можно ну и опять же то же самое можно удалить или копировать и переименовать то есть дать новое название и справа тогда вот темы тоже это как не хэштеги ну как такое как оглавление наверное появляется да то есть вы можете если у вас их много будет то справа тоже можете их найти ну а дальше идут у нас типы заданий сейчас Майя вам наверное расскажет да про простое задание да Дим спасибо нажми пожалуйста на задание будем создавать задание в видеорежиме и так мы выбираем создать задание у вас рабочая площадь на название вы пишете например ну давайте возьмем циферку 1 поставим и напишем знакомство в инструкциях вы можете указать но не обязательно что вы хотите получить от ученика в этом случае Дим давай напишем что пожалуйста напиши свое имя фамилию и то чем тебе нравится заниматься в свободное от учебы или работы время всем нравится заниматься в свободное время пока Дима пишет я расскажу у вас под окошком с инструкциями есть две кнопки добавить и создать кнопка добавить разрешает вам прикрепить к заданию ваш рабочий лист ссылку на ролик в ютубе например образовательный ссылку на какой-то документ который находится у вас на гугл диске или прикрепить файл с вашего компьютера кнопочка создать создает для ребенка рабочую площадь в которой он работает будь то документы презентации таблицы может быть какой-то рисунок или форму сейчас Дим выбери пожалуйста создать документ теперь обратите внимание документ создается он у вас всплывает в новом окошке и там где у вас название документа наверху слева вы впечатываете например знакомство то есть название этого задания которое вы проходите потом вы этот листик можете закрыть и обратите внимание там где у вас написано сейчас новый документ справа у вас идет учащиеся все могут просматривать файл там есть выбор то есть ученики могут смотреть файл то есть они не могут его править могут редактировать совместно либо вы можете создать копию файла для каждого из ребенка и из детей если вы создаете копию для каждого учащегося то они могут вносить свои варианты ответов в копию файла но при этом ваш изначальный файл будет оставаться первозданным теперь правая рабочая область мы можем выбрать для учащихся какого курса мы назначаем это все дело мы можем определить количество баллов как мы собираемся оценивать или по 100-бальной шкале или по 5-бальной шкале либо вообще не ставить отметку за конкретно это задание и просто будет тогда отметка сделано или не сделано это задание и можем задать срок выполнения задания срок выполнения задания устанавливается на календарную дату а также на конкретное время по часам позже если ребенок выполнит задание позже этого срока то у вас появится пометка что задание сдано с опозданием если у вас курс структурирован по темам то вы можете выбрать в какую тему вы помещаете конкретно это задание в данном случае мы поместим его в тему задания и критерии оценки можно задавать но на первых порах можно и не задавать если у вас будет интерес к этому то я думаю что в одном из последующих вебинаров мы поговорим про критерии оценки более конкретно Дим переходим к следующему варианту заданий и я передаю микрофон тебе сейчас пока задание сохранилось теперь но после того как задание было добавлено то ученик видит видит так почему не видит вот так он видит сейчас я уже отстыл в роли ученика тут можно видеть что нет четвертого поля оценки значит я в роли ученика выглядит он вот таким образом это задание то есть опять же в ленте он видит что что происходит здесь открывает задание видит что его надо выполнять сразу если вы обратите внимание помните да что когда мы сохраняли я его назвал просто знакомство и я выбрал что этот файл каждый ребенок может редактировать отдельно да то есть делается копия для каждого ученика и вот здесь автоматически сразу дано название это значит у меня прописано имя пользователя так в этом аккаунте да то есть по умолчанию она добавляется к названию то есть сразу сделалась копия документа я выполняю что-то сюда пишу и здесь появляется кнопка сдать когда ученик нажимает сдать он передает права учителя то есть это хороший пример приводили что это как тетрадку дети вам дают сделали работу в рабочей тетради передали вам тетрадь все они ничего исправлять не могут вы сделали какие-то исправления вернули тетрадь и они опять могут в ней работать здесь точно такая же идея как только он нажал сдать больше он в работе ничего делать не может то есть у него технически это грубо говоря стал режим только просмотра да то есть он только видит свою работу но ничего работать не может Если он хочет исправить что-то, понял, что забыл что-то сделать, тогда он должен попросить права на редактирование. Учитель это получает и ему дает права. Учитель, в свою очередь, видит, что задание открывает. Здесь сразу видно, сколько человек сдало, сколько было назначено. То есть вот один сдал, то есть уже все сдали. Открывает, нажимает, сколько человек сдали, видит, кто сдал. Он нажимает, может сразу, что очень удобно, делать исправление совета, может писать, добавлять комментарии. А, добавляет комментарии. И возвращает. Ну, то есть, если все в порядке, прокомментировал. Возвращает. Прежде чем возвращать, он может поставить оценку и добавить личный комментарий. То есть, это личный комментарий всей работе, например. Видит только ученик. И возвращает. Как только он вернул, то у ученика появляется возможность исправления. То есть, он может открыть работу. Видит сразу, что было сделано исправление. Видит комментарии. В самой работе видит общий комментарий. То есть, вот это вот такая происходит обмен информацией между учеником и учителем. Теперь, какие еще задания здесь есть? То есть, есть задания с тестом и вопросы. Они, в принципе, чем-то напоминают. Но задания с тестом, это на самом деле вы используете Google формы. Я надеюсь, многие с ними работали. Просто здесь открываете Google форму, даете название этого теста, например. Здесь открываете Google форму и создаете Google форму. То есть, структура такая же. То, что касается задания вопросы, то здесь вы можете задать вопрос. Например, сейчас вот как раз актуально, как прошла неделя. И тогда есть два варианта. Короткий ответ. Или один из списка. Еще один вариант, как вы можете сделать форум на самом деле. То есть, если вы выберете короткий ответ и нажмете спросить. Тогда Ну вот, я поставил сюда, как прошла неделя. Тогда у детей. Ну вот, видите, появилось новое в ленте, что добавили вопрос. Как прошла неделя. Вопросы, я сюда пишу ответ. То есть, в виде комментариев, то есть, это получается, как такой, опять же, форум. Если бы я выбрал вариант, несколько вариантов ответа, то здесь у меня была бы только точка, я мог бы выбрать один вариант ответа. То есть, опять же, таким образом и происходит в это обсуждение. Ну вот, видно, что один комментарий. Ну, в принципе, остальные материалы, это вы просто загружаете файлы. Любые. То есть, это тоже справа. Все то же самое. К теме можно добавить материалы и выбрать или загрузить готовый материал, или создать. Это, например, для знакомства, видеоролики посмотреть и так далее. И использовать повторно. То же самое, что было в ленте. То есть, если я хочу взять из какого-то другого курса материалов, тогда я нажимаю использовать повторно, выбираю, с какого курса. У меня будет здесь список курсов. И добавляю. Ну, я вот могу вам показать на примере рабочего. Здесь у меня больше, например. Задание. Создать. Использовать повторно. Куча курсов. Выбираю тот курс, где я знаю, что этот материал есть. И выбираю отсюда то, что я хочу. Ну, например, совместное задание. Использовать повторно. То есть, он берет все те параметры, которые были в этом курсе для этого задания. То есть, мне остается только здесь исправить сроки сдачи для каких учащихся. То есть, только вот эти данные исправить. А остальное все уже указано. Ну, параметры могу изменить, например. Ну, в принципе, по созданию заданий... А, еще добавлю, добавлю, да, что есть папка, как я уже говорил, которая создается на Google Диске. Вы можете всегда в нее перейти. Можно отсюда, можно прямо от Google Диска. Нажмете. Увидите, что... Вот он у меня сразу открыл Classroom пробный курс. Это так, как мой курс называется. Здесь все то, что я загружал. А если открыть сам Google Диск, то получается... Вот папка Classroom. Classroom. Здесь будет список всех ваших курсов. Выбирайте необходимые. Здесь вы видите все, что вы сюда загружали. Майя, у тебя есть что-то добавить? Да, Дим, я бы добавила сейчас один момент. Когда вы создаете задание... Дим, нажми, пожалуйста, создать задание. Задание просто нажми. Обратите внимание, наверху, в правом верхнем углу у вас стоит кнопка создать задание. Но помимо функции создать задание, вы можете создать задание с отложенным сроком. Это значит, что ученики увидят... Добавить в расписание. Ученики увидят это задание только тогда, когда придет срок. То есть, например, в начале учебного года вы планируете для них материалы, скажем, на первый период обучения, на полгода или на четверг. И сразу прописываете все задания. Вы их прописали, у вас было время, продумали, потому что знаете, что когда начнется рутина, настолько сильно и подробно продумывать у вас времени не будет. Но в то же время вы не хотите, чтобы эти задания все сразу были доступны ученикам. Тогда имеет смысл либо добавить в расписание на определенную дату, и в эту дату это задание у учеников появится, либо сохранить черновик. И по мере приближения к этому конкретному заданию вы сможете черновик отредактировать и опубликовать в дальнейшем. Вот это такое добавление небольшое было. Дим, мы можем, я думаю, идти дальше. По поводу оценок, я тут, Майя, будешь говорить по поводу оценок? Да, я на самом деле уже говорила немножко, что Google Classroom, он дает возможность оценивать. И вот как вы видите, сейчас Дима открыл вкладку оценки, она доступна только учителю. И учитель видит знакомую из ЭКОЛЬ картинку, где у нас в левой колоночке все имена будут. И дальше, чем больше вправо, тем больше идут задания. Самое первое задание будет крайним правым, и ближе всего к списку фамилий будет самое последнее задание. Людмила, я вижу ваш вопрос, я думаю, что мы уже близки к завершению, может быть еще минут 15-20. И сверху у вас написано, за какое задание вы получаете, то есть стоит эта оценка конкретная. Тут же в графе вы будете видеть, какие задания уже оценены, где ребенок еще не сдал, и где ребенок запаздывает или сдал с опозданием. То есть это будет видно у вас прямо вот тут, вот в этой закладке. Дим, я думаю, что можем идти дальше. Ну да, согласен. То есть единственное, что здесь может быть последнее, что касается, можно увидеть все работы ученика, нажав на ученика, тогда вы можете увидеть все работы, которые ему были заданы, даже по фильтрам, которые он сдал вовремя, с оценкой, которые был сдал позже. Тогда может сразу по одному ученику, такую как бы... Здесь будет список всех учеников, на каждого нажимаете, ну как вы коми. Но в принципе, на самом деле, по поводу Google класса, основное все. То есть мы с вами прошли ленту, задания, как добавить пользователей, и как посмотреть оценки. Сейчас мы вернемся к презентации и будем подводить итоги. А сейчас меня слышно лучше. По поводу этого слайда Майя хочет вам рассказать. Мне бы хотелось еще раз сейчас в последней части нашего вебинара подчеркнуть некоторые моменты, а именно, что когда вы планируете курс удаленный или вот представление материалов в подобном виде, то чем основательнее вы продумаете, чем основательнее вы подготовите какой-то курс, тем легче вам в дальнейшем будет проводить обучение. Поэтому имеет смысл сразу продумать структуру своего курса и определиться, какие задания, на каком этапе вы будете делать. Вы должны для себя продумать обязательно вопрос, как вы видите оценивание в рамках этого курса. Будет это оценивание только формирующим через комментарии и обратную связь. Будете выдавать отметки, вставить пункты или процентуально выводить, либо же вы будете ставить и оценивать этот курс по принципу зачет-незачет. Я постараюсь, у меня максимум по громкости, я не знаю, в чем делать. Сетевой этикет это обязательная составляющая любого курса. Вы можете это написать в объявлении ребятам, что стараться не оскорблять друг друга в ленте, стараться, если комментировать, то исключительно в первую очередь в позитивном ключе и подчеркивать то, что нравится. Приучать к сетевому этикету мы можем и через Google Class, и важно не забывать об этом. позитивно то, что вы как учитель можете давать сразу обратную связь с ребенку в режиме реального времени, если это задание выполняется одновременно с детьми и вами. То есть вы сидите у компьютера, вы наблюдаете за курсом, дети в это время работают. Но такое построение работы предполагает предварительные договоренности с детьми о том, что в 9 часов утра они все заходят в Classroom и в течение 45 минут или 2 часов вы вместе с ними в этом курсе и вы в состоянии ответить на их вопросы и помочь при необходимости. И, как Дима уже сегодня неоднократно говорил, безусловно, не забывайте функцию при повторном использовании в случае, если у вас, например, для каждого отдельного класса в параллеле запланирован свой отдельный курс. Потому что это можно делать как один курс на параллель, где будет все задания, или если вы хотите, чтобы дети друг друга не видели, не пересекались, чтобы вы не запутались, кто из них в каком классе учится, можно создать 3 курса и просто тогда повторно использовать задания, которые вы составите в своем первом курсе для дальнейших и последующих заданий. Поэтому будет немножко сложно на первом этапе, когда надо будет это все продумать и срежиссировать, но чем тщательнее вы это сделаете сразу, тем легче вам будет работать потом. Дима, можешь дополнить что-то? Да нет, я думаю, что давайте перейдем предпоследнему слайду. То есть тут, в принципе, пошаговая инструкция, то, что уже Майя немножко сказала, что мы сегодня попробовали. Создаете курс, продумываете его структуру, как вам удобно, по тематические блоки разбиваете его, загружаете задания, материалы, вы можете сделать их сразу все загрузить и в виде черновиков оставить. Можете, как Майя показывала в заданиях, да, то есть можете указывать конкретной дате, когда он откроется, можете постепенно загружать, то есть это решение за вами. И продумываете, как вы будете оценивать, назначаете учащимся задания, ну и, в принципе, ждете от них работы и наслаждаетесь Google Class. Майя, что ты хочешь добавить? В принципе, добавить особо нечего. Я думаю, что если вы начнете пользоваться Google Class, то вам понравится и, возможно, вам в дальнейшем не захочется использовать другие платформы. Google Class может быть немножко более легким и более наивным, чем в Moodle, но, опять же, с позицией учеников он, опять же, легче, доступнее и понятнее. Я, в добавок, еще сказал бы, что вчера, когда я тоже своим учителям рассказывал про Google Class, некоторые учителя мне сказали, о, почему сразу про меня не знали, я бы и раньше его использовал. Ну, это так, комментарии от учителей были. Здесь есть некоторые технические проблемы, то есть, в принципе, я думаю, этот слайд вы можете потом посмотреть, если вдруг вы увидите, что, ну, например, ученик не может сдать работу, он должен на ленте нажать под работой посмотреть задание и там нажать сдать работу. Или учитель не видит, значит, ученик не нажал кнопочку сдать в документе. То есть, такие маленькие нюансы, которые, может быть, вы столкнетесь, тогда можете здесь посмотреть. Ну, а сейчас, я думаю, как бы, подводя итоги сегодняшнего дня, да, то есть, ваша задача, кто еще не успел, с личной почтой зайти на Google, по адресу Classroom.google.com или, как я показывал в начале, да, то есть, там, где все ресурсы Google, выбрать класс. Там за присоединиться к курсу, указать код курса, он у вас по e-mail, я тоже вам всем выслали его, и там вы будете получать задание. Сейчас я быстренько открою курс, уже обратно к презентации не буду возвращаться, наверное. То есть, курс будет организован таким образом, что у вас будут даны задания, будут инструкции. Инструкции есть на русском языке. Видеоуроки пока, к сожалению, на эстонском. Потому что мы с Майей поискали, таких качественных на русском языке мы не нашли. Здесь они на эстонском, чем они мне нравятся, тем, что они коротенькие ролики по 3, 5, 7 минут. То есть, каждая пошаговая инструкция. Там все, на самом деле, доступно, понятно. То есть, я думаю, можно по нему, если вдруг заботитесь, что здесь посмотреть. Мы не обещаем, но постараемся сделать ролики, подобные ролики на русском языке тоже. В силу того, что сейчас у нас завал, как и у всех, со временем, то как будет получаться. но теперь пришло время вопросов и ответов. То есть, в этом курсе вы будете в роли учеников, а вы создаете курс, как учителя. То есть, тогда следующая встреча, следующая встреча, я напоминаю, что у нас будет следующую среду, 25 числа, с 2 до 3. Также мы вам вышлем на e-mail приглашение, где будет указана ссылка на вебинар. То есть, я буду надеяться, видеть, что к этому времени у вас будет уже что-то готовое. Надеюсь, вы даже успеете протестировать это с детьми. Возникнут вопросы. И можете сдавать... В принципе, здесь мы в ленте сделали тоже такой небольшой форум. Так, а где он тут у нас? Вот. То есть, да, можете задавать вопросы и ответы, да, то есть, можете задавать вопросы. мы будем стараться отвечать. Если кто-то знает ответ, сразу пишите. Не ждите наших ответов. Давайте помогать друг другу, потому что сейчас такое время, что у всех мало времени, поэтому сейчас нам надо, как говорится, сплотиться все вместе и помогать друг другу. Майя, ты что-то хочешь добавить, может? Нет, Дим, я добавить ничего не хочу. Я надеюсь, что мы с Димой смогли вам представить Google Classroom и его возможности и будем с нетерпением ждать того, какие курсы у вас будут получаться и будем стараться помогать по существу. но для того, чтобы мы вам помогали более конструктивно, вы, пожалуйста, четко, кратко и понятно пишите нам те проблемы, с которыми вы сталкиваетесь. Спасибо, да, и я от себя еще придубаюсь, и я надеюсь, что мы от вас тоже чем-нибудь научимся, по крайней мере, идеи придут, как создавать курсы, может быть, какие-то там, увидите, как удобнее его структурировать. То есть мы сейчас поделились своими мыслями, но от вас тоже что-нибудь. Ну и до встречи на следующей неделе. Всем спасибо за внимание. Всем спасибо. И от себя тоже скажу до встречи на следующей неделе. И спасибо. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok